Имена сотен бойцов в кожаных куртках и в спортивных костюмах из армии 90-х сейчас знает только ветер, который сдувает песок с могильных плит. Но все же нет-нет, да и появятся в заголовках фамилии людей из той страшной эпохи передела. Этот человек Андрей Чванов. В нулевых он получил срок за организацию убийства депутата Петербургского ЗАГСа Виктора Новоселова. На этот раз его обвиняют в серии заказных убийств и покушений. Я выпустил очередь в лобовое стекло. Мне сказано было стрелять от того, кто за рулем. Чванов входил в группу Олега Тарасова. Сейчас он уже на том свете. В 96-м году Тарасов вот такими словами убеждал Чванова влиться в боевые ряды. У нас группа называется ликвидатор. Я как бы звеневой. Ты, ну есть еще люди в процессе, увидишь. Убийство по найму. Неугодных лиц, криминальных авторитетов. Тарасов подчинялся Дмитрию Сковорцову. Тому, который в нулевых завершил бандитскую карьеру, поступил в университет МВД и умудрился дослужиться до помощника замминистра МВД России. Некоторые киллеры верили, что работают на секретную правительственную организацию, не подозревая, что на самом деле они часть преступного сообщества Константина Яковлева, известного как Костя Могила. Группировка была очень сильная, могущественная, обладала огромными возможностями и финансовыми, и криминальными, и административными. Поддерживала контакты вот в тот период с представителями различных государственных органов. Тогда рядовой киллер получал зарплату, размер которой современного человека может удивить. Я только приехал, через неделю уже мне дал 200 долларов. Я говорю, за что это? Ну это ты уже с нами, вот тебе 200 долларов. За исполненный заказ штатный киллер получал в среднем от 500 долларов. Коротко об иерархии, иначе зритель заблудится в сотнях имен и фамилий. На вершине пирамиды стоял Костя Могила. Его главными помощниками были Игорь Савин, он же Кувалда, и Владимир Кулибаба. Это было два бригадира, фактически правая и левая рука в преступном сообществе Кости Могилы. Лишь в декабре прошлого года Владимиру Кулибабе смогли предъявить обвинение в организации убийства его соратника Кувалды. За то, что тот пытался застрелить крестного отца Костю Могилу на почве денежных разногласий. Сразу после задержания Кулибабы Дмитрий Скворцов спешно покинул страну. Скворцов Дмитрия в подчинении было две бригады киллеров, непосредственно занимавшись реагностировкой, окончательной доводкой людей, и с непосредственно убийствами. Также была третья группа, которая занималась исключительно скрытым наблюдением. Лидер этой группы у нас установлен, пока называть не могу его фамилию. Группировка была превосходно вооружена, огромное количество оружия, от пистолетов до гранатометов. Ходили в группировку специалисты военные высокого уровня, то есть это бывшие сотрудники оперативных служб, различных правоохранительных органов. Как проходили будни штатного киллера, на днях поведал Андрей Чиванов. Мне было сказано ликвидировать, убить. В декабре 96-го жертвой Чиванова должен был стать авторитетный бизнесмен. Кстати, особенность бригады киллеров была в тщательной подготовке. Если поступал заказ на человека, вдавалась водная информация заказчикам, то есть вот фамилия, фотографии, иногда это видеокассета, видеокамера или что-то. Разведка ее подрабатывала, дорабатывала, наводила киллеров на конкретную цель. Киллер подходит, исполнил, один выстрел, несколько выстрелов и ушел. Мы приехали с Олегом, перед этим он дал мне рацию, вторая рация была у него, дал мне оружие. Но я встал в подъезде на верхнем этаже и смотрел в окно. Он говорит, я буду смотреть, как человек сядет в машину, дам сигнал. Как сигнал пройдет, выходи и стреляй. Вот в этой парадной киллер Андрей Чиванов ждал сигнала. Он выпустил очередь по человеку за рулем. Убегал через вот эти арки в проходных дворах между улицами Достоевского и Социалистической. Вместе с Андреем Чивановым в феврале под арестом оказался бригадир группы убийц Алексей Смирнов. Он напрямую подчинялся объявленному в розыск Дмитрию Скворцову. По мнению следствия сейчас у нас установлено порядка 35-40 заказных убийств. Это те конкретные факты, которые мы понимаем. Какое-то заказывало ли руководство УПС, это вот Костя Могила с Кулебабой Владимировым. Какие-то исполнял Скворцов по поручению Кулебабы по заказу каких-то коммерсантов. Интересно, что в эти дни в Питерских крестах находится еще один персонаж бандитского Петербурга Артур Гудков. Его привезли из колонии особого режима, где он отбывает пожизненный срок за разные преступления. Это убийство Солера, это гражданин США. Это приготовление к убийству Кумарина. Приготовление к убийству коммерсанта одного из владельцев Адаманта, это Голубев Владимир. Потом заказ на него был снят, соответственно. Также на Кумарина был снят заказ, поскольку они засветились при ведении наблюдения за Кумарином. Гудков вел наблюдение и за членами группировки. Однажды его объектом стала Инна Параева. По оперативным данным, еще один штатный киллер бригады Дмитрия Скворцова. Занималась исключительно убийством мужчин. Там охмуряла их, каким-то образом терялась к ним доверие и исполняла убийство. В какой-то момент времени Инна Параева засветилась на одном из убийств. И Скворцова Дмитрием через Тарасова Олега было поручено осуществить непосредственно ее убийство. Расправился с коллегой по цеху, по версии следствия, все тот же Андрей Чиванов. Тело темноволосой красавицы с ножевыми ранениями нашли на обочине трассы на территорию Украины. Принимая во внимание веер арестов, побег из стороны Дмитрия Скворцова, можно предположить, что следствие готовится назвать имена заказчиков многих резонансных преступлений. Продолжение следует...